Утопленные машины, залиты квартиры и лужи по пояс. Вот так прошел ливень в Челябинске. Как сообщили в мэрии, такое количество осадков стало рекордным. Уровень их достиг 40 миллиметров, что превышает норму в три раза. При том, что ливневка работала штатно. Это кадры с улицы Валдайской. В луже утонула машина такси. Шофер в салоне, если выходить, то только вплавь, а машина болталась, словно лодка, которая не может прибиться к берегу. Это Ленинский район, потоп у здания соцзащиты на улице Трубников. Люди сообщают, что пройти было невозможно. А вот так у детского сада номер 10, что тоже в Ленинском районе. Чтобы завести ребенка в группу, родители, видимо, должны иметь лодку. Сильный ливень зарядил на несколько дней, подтопило и десятки квартир. В некоторых ручьи бежали по стенам. Так, в металлургическом районе, в доме номер 26 на социалистической, из-за дырявой крыши оказался затоплен подъезд и квартиры. Жителей дома номер 5 на улице Сурково тоже затопило. А на Калинина 1 новенький ремонт из-за ливня превратился в старый. Вода была везде, и на потолке, и на полу, и даже в шкафу. Жители Паркового рассказали, что дождь идет в подъезде на Клайна 2. Из-за этого в доме даже перестали работать лифты. Крыши, кстати, протекали не только в домах, но даже и в транспорте. В троллейбусе номер 10 с потолка текла вода. Люди ехали, словно в бассейне. Подтопленными оказались и челябинские школы номер 39 и 13. Работники прокуратуры уже отправились туда с проверкой. В соседнем Копейске лужи были и вовсе по пояс. Этим фото поделились в соцсетях.